Иван Сорокин. Поколение. Читает Иван Литвинов. Однажды моя мама проводила обучение для владельцев и воспитателей детских садов. Она предложила всем собравшимся закрыть глаза. Мама подошла к каждому из них и аккуратно положила что-то крошечное в ладони. — Теперь, — сказала она, — вы можете раскрыть свою ладонь. — Что вы видите, что вы держите в руках? — спросила мама. — Зернышко, — сказал один из участников. Яблочное семечко, — ответил другой. — То, что осталось от яблока, — предположил следующий. — Знаете, что держу в руках я? — сказала она. Это огромный яблоневый сад, красивый и зеленый. Здесь много больших деревьев и изобилие плодов. Маленькая семечка, зажатая у вас в ладони, имеет потенциал целого леса. Но главное, что возможность вырастить этот густой и здоровый лес есть у каждого. Эту книгу я посвящаю Сорокиной Наталье Юрьевне, моей маме, которая внесла самый большой вклад в мою жизнь, став тем семенем, превратившимся в безграничный яблоневый сад. «И застроятся потомками твоими пустыни вековые. Ты восстановишь основания многих поколений, и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения». Книга пророка Исаии, глава пятьдесят восьмая, стих двенадцатый. Предисловие Осенью 2019 года я отправился в экспедицию в Папуа-Новую Гвинею, чтобы подняться на высочайший вулкан Австралии и океании Гилуве. Он входит в особую программу «Семь вулканов». Это коллекция восхождений на самые высокие вулканы семи континентов планеты. Горы не бывают простыми. Восхождение на вершину — это одновременно увлекательное путешествие и вызов самому себе, и испытание на выносливость, как физическую, так и моральную. Экспедицию на Гилуве мы организовали небольшой командой из Москвы. Прямых рейсов в Папуа-Новую Гвинею из Москвы не существует, поэтому нам предстоял долгий, изматывающий путь на другой конец мира. Мы летели через Стамбул и Сингапур, откуда уже смогли добраться до столицы Папуа-Новой Гвинеи — Порт-Морсби. Это один из самых опасных и криминальных городов в мире. Оттуда с пересадкой мы вновь вылетели, на этот раз в город Маунтхаген. Весь путь занял у нас 36 часов. Наверное, это было самое длительное путешествие в моей жизни. Маунтхаген расположен в горном регионе на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Нам нужна была адаптация к такой высоте и к новому климату. Мы приступили к подготовке к восхождению. Папуа-Новая Гвинея со всех сторон окружена океаном, поэтому у этого места свои особенности. У нас ушло два дня на то, чтобы привыкнуть к климату. После мы отправились к горе. Самое главное, что отличало гору Гелувы от других — ее невидимость. Когда подходишь, например, к горе Килиманджаро, высочайшему вулкану в Африке, то видишь вершину горы и понимаешь, что через несколько дней, пять или восемь, в зависимости от высоты горы, будешь на вершине. Но самое важное, что уже у подножия горы можно увидеть ту цель, к которой стремишься, где должен оказаться. Естественно, тебе может быть страшно, глаза не верят, что возможно так высоко подняться. Они обманывают, вселяют страх, а мозг не понимает, как вообще возможно туда дойти. Но шаг за шагом, поднимаясь все выше и выше, когда цель ясна, появляются силы дойти туда. До этой цели, на которой фокусируешь свой взгляд, все свое внимание, чтобы поднять над головой флаг победы, доказать себе, что смог достичь поставленной цели. Сложность же вулкана Гилуэ была в том, что мы не видели вершину, его пик. Даже когда готовились к экспедиции в Москве, мы не могли найти изображение этой горы. Итак, мы добрались до труднопроходимых джунглей. Нас сопровождала команда папуасов, местные жители, которые обслуживали нашу экспедицию и обеспечивали нашу безопасность. Это совершенно удивительные люди. Когда мы спрашивали у них направление или время, они отвечали каждый раз одно и то же. Либо говорили идти прямо, либо сообщали, что нам предстоит еще 10-15 минут пути. Но проходило 4 часа, и мы вновь слышали, идем прямо, нам еще 10 минут. Папуасы часто даже не знают своего возраста, не ведут счеты и, естественно, совершенно не ориентируются во времени. Поэтому каждый раз вместо 5-10 минут мы проходили очередные 6-7 часов до новой точки лагеря. Мы шли через густые непроходимые джунгли, постоянно поднимаясь в гору. Менялся климат и менялось давление. Было тяжело. Но тяжелее всего было потому, что мы не видели самой горы. Этой горы как будто не существовало, но нужно было продолжать куда-то идти. Куда? Неизвестно. Пейзажи постоянно менялись. Это совершенно другой мир, другая природа. Водопады, горные реки, фьорды. Безумная красота. Но временами шел такой ливень, что нас практически смывало. Мы шли через заросли папоротников и болота, под солнцем и под проливным дождем, с головной болью, давлением, тошнотой. У некоторых началась горная болезнь. Это было действительно изматывающее путешествие. Прошло несколько дней, но пик горы мы так и не видели. Саму вершину, высшую точку Гелова, мы увидели за несколько часов до финального штурма. Но самое интересное наблюдение я сделал позже. Когда у нас совершенно не осталось сил, мы были полностью истощены, а половина группы уже планировала повернуть назад, перед нами появилась потрясающей красоты гора, вулкан Гелова. Практически отвесная скала с опасными участками. Мой мозг внушал мне одну идею. У тебя нет сил, это просто невозможно сделать. Но как я был удивлен, что несмотря на весь страх и сложные отрезки в финальном штурме, мы смогли всей группой подняться на вершину вулкана меньше, чем за час. А трудность восхождения на вулкан была не в высоте или окружающих его джунглях, а в том, что весь наш подъем мы не видели конечной цели. Но мы знали, верили и надеялись, что гора существует, что она есть, и мы будем на этой вершине однажды. Именно там, на другом конце мира, на границе с небом ко мне пришло ясное видение нового прекрасного будущего, картина улучшений и перемен. Меня переполнило глубокое чувство веры, что это видение возможно осуществить, и уже сегодня к нему можно прикоснуться. Вместе с верой было и четкое понимание того, что необходимо делать и с чего начать. К тому моменту у меня уже была своя семья, за плечами года преподавательской и коучинговой работы, а также успешный проект сети домашних детских садов, работающих более 30 лет. Я понимал, что накопленный мной лично и моей семьей опыт, подтвержденный практикой, должен был быть сохранен. Более того, я понимал, что если бы мы масштабировали наш поход, то смогли бы оказать реальное влияние на современных родителей, потерявшихся в сложенной и разрозненной системе образования. В то время моя мама, Наталья Сорокина, так и описывала эту ситуацию. Все мы становимся родителями в определенное время и вынуждены быть педагогами для своих детей, наставлять, учить, исправлять, если что не так. Правильно мы это делаем или нет, об этом никто не задумывается. Это никого не волнует. Откуда мы берем эти знания? Нас и не учат этому в школе. Добывать знания самостоятельно из книг? Не каждый на это способен. И потом, что тут неясного? Мы же как-то выросли. Значит, воспитываем так, как это делали наши родители. Отсюда и результаты. Реформа образования — это моя вершина Гелова. Она существует. Я не вижу, сколько мне до нее идти. Я даже не вижу той точки, к которой мне идти. Но однажды мы окажемся на ее вершине. Это точно. Это возможно. Это нам под силу. Главное — начать восхождение. Мое внутреннее ощущение говорит мне, что эта вершина существует. А мы уже в пути. Восхождение началось. Книга, которую вы держите в руках, это не сборник мейнстримовых советов или пособия по выживанию. Нет. Это особая философия и практическая инструкция по воспитанию нового поколения людей, которые по-настоящему улучшат нашу страну. Она выбрала в себе опыт десятилетий работы с детьми, глубокое понимание проблем воспитания и образования, в которые погружены современные родители. И главное, что она сформировала образ будущего поколения. Поколение лидеров, исследователей, первооткрывателей и просто счастливых людей. И мы с вами можем их воспитать. Иван Сорокин. 2021 год. История «Смайл Фиш» От матери к сыну. Я Иван Сорокин. Предприниматель, практик и многодетный отец. Каждый день я вижу, как меняются мои дети и как развиваются воспитанники сети наших детских садов «Смайл Фиш». Я наблюдаю за тем, как вложенные в ребенка время, слова и ценности формируют его личность. То, что вас ждет впереди, является не просто рассказом о тонкостях воспитания и возможностях совершенствования образовательной системы. Нет, это история о силе ответственности перед лицом воспитания нового поколения. Поколение сильных, талантливых, целеустремленных и счастливых людей. В основе этой книги результаты исследования эффективности современной системы образования. В ней собраны практические инструменты и решения, которые позволят поднять уровень образования нового поколения детей. В основе каждой описанной в книге технологии и практической рекомендации лежат философия и фундаментальные представления о воспитании личности. Кроме того, я провел исследование исторических фактов и проанализировал, что именно послужило росту нашего государства в период его расцвета, какие люди его строили, кем они были и какими ценностями руководствовались. Все это дает нам ключ к пониманию необходимости перемен и их своевременности. Наша история начинается в 1985 году в Хабаровске, когда был открыт первый домашний детский сад «Смайлфиш». Его создала Наталья Сорокина, моя мама. Тогда, в конце 1980-х, у нашего детского сада еще не было названия. Никто не собирался развивать его в целую сеть по стране. Просто у одной женщины было желание воспитать своего сына, то есть меня. Детям, рожденным в СССР, полагалось место в детском саду по месту жительства. От предприятия, завода, госучреждения. Чуть ли не в каждом дворе стояли эти большие муниципальные обители советского воспитания. Я был первым ребенком. Неудивительно, что маме хотелось быть как можно ближе ко мне. Поэтому она попробовала не просто отдать меня в детский сад, но и самой устроиться туда на работу. Дело в том, что моя мама всегда любила детей. Как-то, вспоминая свое детство, она рассказывала, что ее всегда окружали малыши. Это был мой мир. В детском саду в пять-шесть лет я придумывала сказки, раздавала роли. При этом мои ровесники слушались меня. Я умела гасить конфликты и делать так, чтобы все были довольны.